От имени родителей Димитра Вграда главе региона обратилась Наталья Никишина. Главная проблема – срыв сроков ремонта бассейна «Дельфин». Спортивный объект закрыли на обновление весной. Открыть обещали уже к сентябрю. Однако, как отмечают родители детей, которые занимаются плаванием, дедлайн перенесли на 2022 год. Информации там разломанные, душевые, раздевалки, срезанное отопление. И такой большой объем работы, мы сомневаемся, что будет выполнен 1 сентября. В Министерстве физической культуры и спорта заверили, сам бассейн к 1 сентября успеют отремонтировать. Поэтому ребята смогут начать заниматься без задержек. До 31 сентября планируется завершить обновление спортивного зала и кабинетов. У нас еще заложено дополнительно 9 миллионов рублей бюджетных средств областных. И также 5% из гарантии финансирования от местного бюджета. Поэтому фасад, входная группа и также плитка, то, о чем вы говорите, тоже у нас есть эта информация от администрации. Мы хотим ее тоже заменить уже в следующем году. То есть два этапа, чтобы ремонт был. А вот ульяновские родители обратили внимание главы региона на ремонт детской школы искусств номер 10 в Новом Городе. Работы начались в апреле, однако подрядчик привлек недостаточное количество рабочих. Как итог, срыв сроков. Объект должен быть сдан к 1 сентября. Мы готовим сейчас резервный вариант. В школе обучается более 500 ребят. Поэтому мы смотрим по близлежащим школам, чтобы как вариант сентябрь месяц провести обучение детей в близлежащих школах, насколько это возможно. На ремонт выделено 24 миллиона рублей по нацпроекту «Культура». Городской администрации поручено принять необходимые меры по недопущению срывов исполнения контракта. Жители деревни Герасимовка Целенинского района обратились за помощью в благоустройстве родника «Иконка». Централизованного водоснабжения в населённом пункте нет. Питьевую воду набирают из родника. Необходимо очистить его от мусора и повальных деревьев, сделать дорожки и лавочки. Мы набираем оттуда питьевую воду. То есть жители. Не только села Герасимовка, но ещё с старой Никулина, с новой Никулина ездят, с Тимофеевки. Люди стоят пользоваться этой водой и питьевой. Алексей Русских поручил районной администрации и Министерству природы до 1 октября благоустроить территорию, установить бетонную площадку вокруг родника. Обязательно в августе должен к нам поехать в район. Мы там посмотрим все проблемные моменты, соцобъекты посмотрим. Вот, благоустройство. Обязательно заедем на родник, а вы туда сейчас приложите усилия, чтобы там работы начались. В принципе, ничего там, я не вижу каких-то капиталоёмких положений абсолютно. Просто надо хозяйским подходом взять и сделать и всё. Мама семерых детей Мария Иванова попросила Алексея Русских помочь в ремонте потолка в квартире. В июне в трёхкомнатной квартире обрушился потолок в детской. Семье окажут материальную помощь. Анна Тищенко, Улправда ТВ.